Посмотрим, какие у нас диски есть в общем, R-Disc-R нам показывает, что у нас есть система. Волеум-граук уже есть, это по умолчанию он поставился так. Немного поведение тем, кто сзади не видно. Можете увеличить немного, поднимите меня. Секунду. Как это так? Мне кажется, на сверху обрезалось немножко. Если не да, обрезалось. Мы сейчас сделаем вот так вот. В смысле, там SDC, это не первый диск. Командочка less, нам сейчас все покажут. Вот диска до 8,5 гигов у меня система стоит. Там какие-то разделчики на ней есть. Вот SDB, SDC, по 104 гигабайт у меня получились. Пустые, ничего на них нет. Волеум-граук это центр сам поставил, без меня. Ничего с ним я не делал. Так, попробуем тогда, значит, сейчас хочу создать два раздела на двух дисках. Один раздел запихнем в рейд с чередованием, другой — зеркальный рейд. Попробуем сначала скорость потестировать. На верталке, конечно, это все не очень будет. Ну, по идее, скорость должна быть видна, что в рейд с чередованием скорость должна быть равна больше, чем в рейд зеркальный. Хотя в рейд зеркальный, по факту, хоть у нас пишется скорость записи на рейд на зеркало у нас меньше, потому что пишется одновременно на два диска, ну или больше двух, но при этом Linux читает сразу с нескольких дисков. Скорость чтения у него выше, чем скорость чтения с одного диска, но при этом меньше, чем скорость чтения диска с чередованием. Интересно, почему? Не знаю, почему. Честно, не успел разобраться. Нет, контрольной суммы нету. Продискать с чередованием уже. Чертование 5? Нет. Да. Я положу микрофон, буду просто делать и неудобно. Продолжать. Смотрим, если C-диск у нас должен быть пустой, P-print мы делаем, ну, команда R-диск, да, что для создания разделов у нас используется в Linux. P-print разделы, да, видите, он показывает, что ничего у нас нету в разделах. Жмякаем в New новый раздел, он предлагает primary, нажимаем, да, primary, number, ну, один, у нас первый, first cylinder, первый, второй, дальше там другой цилиндр, ну, там шестой, к примеру, дальше мы напополам примерно разделим их. Сейчас смотрим, вот у нас разделчик, старт, первый цилиндр один, конечный шесть, sdc1 у нас получилось, да, вот уже обозначение, что это уже раздел у нас. Блоки нарисовал нам, id 83, id обозначает файловую систему, 83, нет, это раздел, линуксовый раздел, system Linux, если он, можно их как-то посмотреть, наверное. Ну, в следующий раз, но все-таки у нас немножко не та тема. L, L, L покажет. Вон, WISC, новая партишнка. Вот у нас партишнка. Нет, 83 он. 83 линуксовый. Вот 84 ОС пополам, Linux и стенд, Linux LVM, да, мы можем, создавая партишн, когда на Linux, вот мы добавляли, когда, да, в LVM, мы добавляли сразу полностью диск. По идее, потом, после добавления его в LVM, мы можем посмотреть партишн, и он должен быть повечен, как 8E, да, Linux LVM. Зачем это делается? Затем, чтобы при монтировании, мы же можем грузиться сразу с LVM, да, и бытовый раздел у нас может на LVM находиться, и чтобы система сразу понимала, что это у нас LVM, а не что-то другое. Так вот, да, сразу у нас в нитификатор раздел стоит. ID. Создадим второй раздел. Да, тоже primary. Номер 2. Default 7, там, да, по 12. Посмотрим. Два раздела получилось, да? 83. Теперь все это записываем. Все. Создали два раздела. Можно попробовать посмотреть F-диск. Мы сейчас покажем вам. FDB, SDC. Вот, у нас сразу два раздела, да, на SDC. Теперь надо то же самое со вторым, но чтобы мне это не проделать, у нас есть такая утилитка интересная. SF-диск называется. Позволяет копировать разделы минус D с одного диска на другой. DF-SD. C у нас, да, был? SD. SDC просто. И показываем ему перенаправление. Делаем SF-диск, опять же, да, тут же программа получается. И уже указываем второй целевой диск. Еще можно делать... Ну, сейчас мы сделаем. SDC. SDB, да, у нас там еще. Да, да. Все. Можно посмотреть опять, что у нас получилось. Вот, SD. SDB у нас два раздела, да, и SDC теперь у нас тоже два раздела. То же самое все. Очень прикольно с SF-диском. Можно делать такие забавные вещи. Здесь мы сделали перенаправление. Просто вот эта вот палочка, да, это называется перенаправление, как бы... Одной команды, вывода одной команды в другую, да, D, это указывает, что надо перенаправить вывод сюда же в SF-диск. По идее, очень забавно можно сделать перенаправление. Сюда же воткнуть SSH и читать с одного диска на одном сервере. Одновременно после этого, в этом месте у нас получается SSH, мы коннектимся на другой серверах, да, там запускаем SF-диск и уже пишем на другой диск. Сейчас на другом сервере мы копируем разделы по SSH. Ну, такая вот небольшая магия. Так. Что я сделал? Все сломал. Теперь мы создаем, значит... Да что? Да что? Добавляем в рейд сейчас, это два раздела. Добавляем в рейд сейчас. Что мы делаем? Мы создаем с помощью MDasma, да, делаем create, указываем имя, имя рейда, rd0, level1, неправильно написано, равно 1. RayDevices, говорим, что два девайса, да, у нас sdc1, sdb1. О, окей. Создался. Посмотрим, что у нас получилось. Делаем cut, прок, mdstat. Стандартно, он везде, mdstat везде у нас есть, во всех дистрибутивах, ubuntu, centase, везде. Прок у нас это псевдофайловая, псевдофайловая система, в общем. Через прок мы можем смотреть какие-то параметры, задавать, туда писать вот этот прок, и он будет применять их. Мы видим, значит, rate 1 у нас, sdb1, sdc. Видим, что два раздела, два из двух, и оба раздела у нас, оба активные. Вот у нас показывается два из двух и два ю юга, да, активные. Потом один диск, когда выпадает, у нас будет написано, что там один из двух остался, и одна вот эта вот буководительная будет. md1, создадим левел, другой, два девайса будет, sdc2, sdb2, соответственно, да. Создали, смотрим, что у нас получилось. Вот, вот что у нас получилось. Что, у них разный объем? Да, мы про объем не запаривались, поэтому могло вполне получиться с разным объемом. Не-не-не, там все правильно, а там больше другого. Разный тип уже, да. Ну, ну, по типу, да. Но из этого объем разный. Правильно. Кстати. Два раза больше нормы. 488, да. Два раза больше нормы. Что теперь, мы создали rate, да, у нас появилось два новых, можно посмотреть. катом, например. Нет, не попробую sd сделать. Да, df. Несколько много. md. md, md0, md1. Вот у нас получились наши разделы. Дальше. Создаем файловую систему. Makefs. 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 Ну, к примеру, mdxp400, да. Наверное, донор. Да. Мд. 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 md1. Все. Создали. Создадим директории, куда мы их хотим ремонтировать. Так и назовем. md1. md0. Fishing mount. Мы вот создали разделы, получается, да, на файлы системы. Мы с ними еще сейчас не можем работать толком, да. Мы, чтобы что-то в них писать, создавать, мы должны его сначала ремонтировать. А, при соединении происходит в системе. Ну, вот когда флешку втыкаем, как бы, да. Ну, мало ли кто-то Linux не знает. И она появляется в системе, чтобы мы уже могли что-то с ней делать. Вот. md0. Мы монтируем в md0. md1. md1. Смонтировали. Смотрим, что у нас получилось. Ну, вот они. md0, md1, md2. Вот так. Две директории, да. Создадим какие-нибудь файлы. Ну, точный, например, с API. Готовы SD 0,2. А, нет. Пару фигабайтов. И влезет всего. 50 м, 50 и 100. Можно задыхнуть? Робленько, подзряжку. Ну, бушной. Влезет. Влезет. хочу показать на самом деле да что мы перешли создали файлы сейчас я их отсоединю диски виртуал и по идее у нас соответственно в одном разделе ничего не должно быть как это получится до другом разделе наши файлы там где зеркало файлы будут в целости и сохранности ничего не произойдет с ними страшного такого ну просто айбак так мы создали все теперь делаем коммандер там нассажда вырубаем нашу верталку сейчас отсоединим диск и посмотрим что у нас получится вставляем на наш основной диск вставляем да и который один из дисков тоже вставляем и ну да не очень все быстро виртуал очки все таки на обычном диске на этом моменте у него пункта отказывалась загружаться потому что я не знаю десктоп на и она меня спрашивала грузится ли не грузится с этим с degradated rate я и все где можно прописал что да я хочу чтобы она загрузилась зараза такая но нами не слушалась поэтому я использую cintos сегодня в принципе разницы нет да что конфигураем конфигурированием трейда что здесь что там везде одинаково когда утилиты по работе одни и держит это можете не бояться еще одинаково Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дело в том, что мы сейчас вот сейчас его просто посмотрели мы ничего с ним не делали по факту если у нас боевая система и он мы сейчас работает с rate 0 ему по ничего gibt нroy Можно попробовать. Да, по идее он должен остановиться. Мы же ничего такого не делали с ним. Вот, нормально. Прикольная команда. Ctrl-R. Мы смотрим нашу их history. Почему-то очень мало кто-то не узнает, чем аксоидов. Почему они пытаются смотреть файл их history. У нас есть history в домашней каталоге, да, файл, что мы там где делали. Можем вот... Что-то сам бы я так делал. Ну да, ничего не изменилось, соответственно, потому что мы ничего не делали с ним. Ф-диск. Смотрим, что у нас с дисками получилось. Ф-диск минус L. Покажет нам. На D129 наш рейд. СДБ пустой. СДЦ что-то есть. Значит, с СДЦ сейчас мы скопируем наши разделы. СДЦ, да? СДЦ я сказал? На СДБ, значит, мы копируем разделы. Посмотрим, что там у нас. СДБ, СДЦ, все появилось. МД127 мы можем добавить, значит, что нам у нас. СДЦ1 есть, СДБ1, значит, нам надо добавить. Сейчас мы пишем умов. МД, АДФ, АДД, имя. МД127, или ДФ? Нет, наверное, так должен понять. МД127, ДФ, СДБ. СДБ1. Да, ДФ. АДД, говорит, все хорошо. А, он уже и засинкал, потому что у нас размер очень маленький, да? А если бы у нас были бы большие диски, мы бы виделись там, процент выполнения синхронизации, да, этих дисков. На самом деле, на больших данных он довольно большое время занимает. Поэтому, ну, я и говорил про то, что нагрузка ложится большая на диске. Синхронизация может там и сутки выполняться, и больше, на терабайтных дисках. Так, ну вот, в общем, с Red'ом поигрались, да, данные никуда не потерялись. Зеркало сохранилось, все отлично, мы молодцы. Данные сохранили клиентов. Можно поиграться, теперь попробовать с LVM. Давайте не будем репутации, попробуем сломать наши RAIDы. Сломаем, сейчас их остановим. Минус S мы говорим, стоп. Стоп, да? 26-й тоже стоп. Там что-то было. Да, ни фига, говорит, нету. Там что-то есть, но... Попробуем сразу же с этими дисками, да, которые мы в RAID добавляли, добавить их в LVM. А, и получается... Так, где-то презентаж еще покажу. Мы создали разделы, получается, да, на файлы системы. Мы с ними еще сейчас не можем работать толком, да, мы... Чтобы что-то в них писать, создавать, мы должны его сначала премонтировать. Как бы, при соединении происходит в системе. Ну, вот когда флешку втыкаем, как бы, да, ну, мало ли кто-то, не знает. И она появляется в системе, чтобы мы уже могли что-то с ней делать. MD0. Мы монтируем. MD0. MD1, MD1. Монтировали. Смотрим, что у нас получилось. Ну, вот они. MD0, MD1, MD2... Вот так. Две директории. Да? Создадим какие-нибудь файлы. Ну, точно, конечно. Диай. Да, там SD номер. На объем, по пару гигабайтов. У меня влезет всего. 50 метров. 50-100. 50-100. Да. Можно додыхнуть. Ровненько. Завязочку. Я хочу показать на самом деле, да, что мы перешли, создали файлы. Сейчас я их отсоединю к диске, к виртуалке, и, по идее, у нас, соответственно, в одном разделе ничего не должно быть, кашка какая-то получится, а в другом разделе наши файлы, там, где зеркало, файлы будут в целости и сохранности. Ничего не произойдет с ними страшного такого. Ну, просто что. Тест. Айбак. Так, ну, создали, все, теперь делаем кнопку. Коммент-р. Да, он нюансаш-нап, да? Вырубаем нашу верталку, сейчас отсоединим диск и посмотрим, что у нас получится. Вставляем, ну, наш основной диск вставляем, да, и который один из дисков тоже вставляем. Окей. Ну да, не очень все быстро, виртуалочка все-таки. На обычном диске. На этом моменте у меня у пункта отказывалось разогружаться, потому что, все-таки, я не знаю, десктопная, она меня спрашивала, грузится ли не грузится с этим, с degradated rate. Я ей все, где можно, прописал, что да, я хочу, чтобы она загрузилась. Зараза такая. Но она мне не слушалась, поэтому я использую CentOS сегодня. В принципе, разницы нет, да, что конфигурированием трейда, что здесь, что там, везде одинаково. Да, утилиты по работе одни и те же. Везде. Это вы можете не бояться, везде, везде. Вы можете не бояться, везде, везде. Продолжение следует... Томат вернулся... Верталбокс... Похоже, что сама система рабочая... А из Саши нету? Да ладно, нет, я сжимаю... Для начала сразу посмотрим... Что у нас там случилось с нашим рейтом... Вот он уже показывает, что у нас активных один диск из двух... Да, этот диск... Соответственно, один рейт у нас активный, да, там где зеркало было... Активный один диск из двух... Да, живой остался... Там, где было с чередованием вообще инактив... Ну, соответственно, он не может работать, когда у нас один диск... Недоступен... И сейчас посмотрим, что у нас там сохранилось... Почему названия поменялись? Названия поменялись... Хороший вопрос... На самом деле, в Центасе я только сегодня, наверное, игрался с этим рейтом... И не скажу, почему он поменялся... Это какие-то стандартные названия... Потому что, да, у него MD-126, MD-127... Это... Везде их пишут... И он почему-то, видимо, их хотел так поменять... Если список сейчас... Вывести диск... Это будет... У него MD-127... Да... Давай посмотрим... И DF, что покажем вообще... Хотя он тоже самое... Да... Да... DF... Он переименовал их... 126-127... Какая-то интересная фишка... Я... На серверах такой фильме тоже сталкивался... Надо будет почитать про это, да... Так, значит, дальше мы хотим... Мы их никуда не прописывали, да... Автоматически ничего нигде не монтировали... А сейчас хотим попробовать... Кто у нас там живой... Живой рейт... MD-126... Сейчас попробуем его куда-нибудь ремонтировать... Командор Маунт... MD-126... Да... И куда-нибудь... Как там... MD... 0... Например, да... Сейчас пойдем посмотрим... Что помогло... Наш валик ТТ есть... Сейчас посмотрим... Так... Давай... Айтест... 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 Айтест у нас сохранился... Соответственно... Выпал у нас диск из рейда, да... Зеркало у нас спасло... Теперь мы можем спокойно создавать новый диск... Да... Ну, в смысле меняем диск или добавляем новый... Тот оставляем на месте... А... Дальше у нас ведет... MD... ADM... Ну и ему пишем команду вот так вот... ADD... Наименование рейда, да... И наименование диска, который мы хотим туда подключить... И дальше... Можно попробовать... Кстати... Время есть еще... Давайте подиграемся... Сейчас нам только надо вырубить тогда... Проще подождать чем-нибудь, да? Окей... Сейчас подключим, создадим новый диск... Да... Добавим его в рейд... А... Посмотрим, что идет синхронизация... А... 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 Вертуалочка... Приедем в диск... Офиг... Ну... Примерно так же... 100... Как у меня те... Не забыть то, что мы и рейды создавали на разделах... Сначала, значит, копируем разделы... Сейчас... Потом эти разделы надо поочередно добавить нам в рейд... Рейд засинкается... И мы получим наш нормальный раздел... Можно вернуть... И надо его автоматически поставить... Да... Там получится... Надо лучше его зачистить... Да... Или свежий диск поставить... Потому что... Если мы с этим... Да... Они покрашатся... Может все покрашится... Если мы добавим этот же диск... Который у нас был... Да... И мы с этим диском уже что-то поработали... Ну... Который активный остался... Да... То... Зинкать... И данные могут... Потеряться... А тот, который... Рейд 0... Он не соберется обратно? Он соберется обратно... Но дело-то в том... Что мы сейчас... Вот сейчас мы его просто посмотрели... Да... Мы ничего с ним не делали... По факту... Если у нас боевая система... Он загрузился... Он сейчас работает с рейд 0... Ну... Ему пофиг... Он не работает с рейд 0... Потому что он уже гранирован... Вот мы сейчас загрузились второй раз... С рейд 0... У нас будет не гранирован... Он сказал... Даже не могу комментировать... Если мы вернем этот диск... И снова закроем все... Можно попробовать... Да... По идее он должен остановиться... Мы же ничего такого не делали с ним... Считай... Парет Михаил вот вовремя... Он же беженмированный... Ум... 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 О, это... Мало... Готовка... Эта... Эта... Готовка... Ум... Ум... Ну... Ум... 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 прикольная команда control r мы смотрим нашу их history почему там очень мало кто-то не узнает пытается смотреть файл их history у нас есть history в домашней каталоге делали можем сам бы ну да ничего не изменилось соответственно потому что мы еще не делали смотрим что у нас дисками получилось их диск минусы покажет на 2 129 нашей рейд с тобой пустой в dc что-то есть начнем создать сейчас мы скопируем наши разделы из-за цельского на из-за бы начну копируем раздела посмотрим что у нас в db dc появилась md-127 мы можем добавить, значит, что нам у нас, раз dc1 есть, раз db1, значит, нам надо добавить, мы пишем ему md-adf, addf, имя, md-127, к Might of, наверное, так должен понять всегда wanna seen dc1, 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 tád, dc1, sdp1, vc1, dc1, 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 dc1. у нас здесь, здесь, мд what it is, а, он уже из . А, он уже из Minnesota, потому что у нас размер очень маленький, да? если бы если бы у нас были большие диски, мы бы виделись там процент выполнения синхронизации до этих дисков на самом деле на больших данных он довольно большое время занимает поэтому ну я и говорил про то что нагрузка ложится большая на диске синхронизация может там и сутки выполняться и больше на терабайтных дисков так ну вот в общем советом поигрались до данные никуда не потерялись зеркало сохранилось все отлично мануации данные сохранили клиентов можно поиграться теперь попробовать целая давайте не будем репутация попробуем сломать наш раздель нашей рейды сломаем часы остановим минус сэрсом уговорим стоп 26 дон стоп что было что есть ну попробуем сразу с этими дисками до которые могли добавлять добавить и получается презентацию покажу потом волюм грау потом лоджиковой только после этого правила системы как мы просто идем снизу сверху вниз туда не надо ничего больше делать его порядочком делать физиков волю даже смотрим у нас в целых кучка мат и дал поле крее дисплей можно дисплей сделать там что есть точно сама сделала присоединяем присоединяем нам надо добавить пв при при да что там наверное нужно чуть да 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 это один ну вот он дарит лопатом него это стираем нафиг даем все кредит физически волю в дисплее не физико волю теперь по картиночке просто физико волю создали добавляем все это дело волю брал то же самое в игре очень много стенд импорта ночь может она просто создать прийти имя ну просто волю брал да и указанному то же самое волю брал при ну-сел раздел 10 мегабайт любое имя там да и наши волю брал вот физический стенд 12 мегабайт по умолчанию видимо 12 мегабайт мы можем посмотреть его в дисплей тоже половина здесь не нашим вот наш дэф вагоню да вы под тема находится 12 мегабайт его и делаем тома тоже в этом монтируем хватило вы славеете можно дальше мы создаем что мы делали что поустим мегабайт xp4 создаем ее надо волю брал как мы позвали не все хорошо мы их директоре куда мы теперь его сейчас ремонтируем не говорим о мау наши люди и заходим не что-то видим да там есть df минус аж нам покажет какой-нибудь размер выгоню 12 мегабайт до 1 и 2 мегабайта занят можем попробовать его не отмонтировал на на лету увеличить размер в присоединяйте ему прийти присоединяйте указываем можем минусы вам указать объем который мы хотим сделать мы можем плюс указать сколько мы хотим добавить принципе там все равно нужно вырезать что что лоджика ворюм не усай сказал что там он был 12 метров да потому что надо ему минус л две экстента экстента соответственно вот так о получилось посмотрим на лв и складя нью 20 мегабайт увеличился но при этом сейчас покажем df-h он не видит 12 мегабайт потому что после увеличения мы физически то его увеличили но файловая система на нем сразу не увеличивается надо файловую систему после этого еще увеличить makefs и там что-то ему надо сказать еще кто-нибудь помнит кто-нибудь кто-нибудь экстент не обычно экстент и и и и и и и и 엄마 древн и и и и и и арген и и и и и И файловая система увеличит? По-моему, да. По-моему, нет. Потому что после увеличивания раздела все равно файловую систему требует. А он как раз resized, он resized-систему, а LXT он сразу и resized и применяет на ней, если догадывается, что это. Что, мана нет? Ужас. Make-off сейчас посмотрим. Ну, в принципе, resized-систем команда. Resized-систем. Своим числом минус B. Минус F? У меня почему не писать число минус F? Ну, минус F. А, и, наверное, Df надо указать. Площадное устройство с FWG. Нинус. Нинус не слышно. Ну, давайте. Слышишь лишнее. А, он говорит, что окей. 20 мегабайт. В этом весь прикол, что мы изменили на лету, мы не отмонтировали, ничего не делали. Там народ может с ним спокойно работать. И при этом мы сначала увеличили Lm-раздел, потом FW-систему. А, давай попробуем. Теоретически в два раза, да? Нет, все-таки не в два раза, но чуть меньше. Ну да, скорость должна быть выше. Все-таки это виртуалка. Там значение диска. Скорее всего, будет ограничена производительность физического диска. Да, но я тестировал, сегодня игрался все равно выше. Чуть-чуть, но видно, что он пытается там, да, что... А если на разных, получается, то есть близка к нам, да? Да, приближается. Но все-таки двойной мы не достигнем, потому что накладные расходы, да? И это как говорится, что там два диска двойной берут производительность. На самом деле. Это как с Wi-Fi. 54 мегабайт. Скорость как там? 54, да? Мегабита. Мегабита. По факту уже меньше все равно. Никогда не достигнем этой скорости. Raid, Raid. Так, что у нас там было? Ридиск. Минус Эль. Мы там где-то поигрались. ЛС. А ЛВМ надо развалить? Надо ЛВМ. Вот я думаю, как нам его это... А давайте... Он же когда при создании ЛВМ предложил нам, да, затереть все это делать, давайте попробуем. Отмонтируем ЛВМ и запихнем все это обратно в Raid. И попробуем. Посмотрим, что получится. Я так не делал. Можешь сначала выберем ремонту там, с ЛВМ? Ну, можно. Сейчас, Аман, да. Как он себя поведет? Вообще, вот, мне кажется, у меня Ubuntu после моих вчерашних экспериментов не захотелось стартовать, потому что я в такую фигню тоже с этими дисками делал. Лень было ее перезагружать. И я на одни и те же диски сначала Raid, потом с Volume Ground туда делал, потом туда-сюда. Вот это все. И оно у меня ее переприняло. Девайс... А, потому что мы здесь как-то сами. Отмонтировали. Что там? А, ну разбирать, да. Сначала Volume Ground. Что там с Volume Ground? TreeNut, да? Здесь. TreeNut. New. Здесь. Ну, помню, будь хочется. Да, удавили. Снятьшот я не показал. Ну, в снэпшот, в принципе, понятно, да, что... Наверное, мы уже скоро сейчас потестировались. Время обжимающе много остается. вериму разбираем по вериму по-хорошему это сделать 5 можно сделать сразу на все равно приведет а вот в данном случае ничего не решает физически если подключить там будет меньше а самым в 5 я не понял вопрос ну то есть он как бы умеет и пересазить правильно получается что теоретически может как бы разделить на разные части как бы использовать 5 да мы можем да можно такую замутить вместо того чтобы поверх рейда поднять его да мы можем поверх его поднять можем сначала на физических дисках замутить лвм разделами и поверх этих уже поднять рейд но обычно так можно конечно поиграться но я не уверен насколько это можно продакшен применять на потому что все-таки обычно нижний уровень у нас рейд идет со временем уже вверх верхний уровень и его служит для правильной системы чтобы раздельщик у нас получается волиум групп допустим участвовать несколько дисков там три штучки они создаем предположим один раздел хранить какие-то файлы все хорошо если у нас один из дисков из трех вылетает у нас то все за собой содержимое во всех дисков да соответственно при ну вот там по идее как будто волиум групп хороший вопрос на самом деле он должен тоже там какие-то нет он не будет почему он не должен если мы создаем волюм групп запихивать запросу 3 диска да мы же ему не говорим что это как то что то зеркало будет там да и читавание еще что такое он получится что он данные будет хранить на трех дисках и мы какую-то часть данных можно сказать но это получится на лак рейда мы сделаем лак рейда в смысле сделаем она лак рейда с таким образом получается что у нас вероятность отказа время выше и нежели там использование просто но это я так же как в обычной системе мы же когда делаем просто три диска запихивать систему мы можем даже в индии везде просто файловую систему на трех дисках замутить да и на среди диска хранить какие-то данные когда их отказ потеря данных там на одном диске нас в общем в этом не не выгодили тогда собрать рейд-ноль из трех дисков получим по скорости в том а смысл в том то что мы делаем рейд а полет предел им а его он использует просто как бы как средство управления нашим разделом то и дело что мы не не пытаемся достичь на производительность надо или отказоустойчивость отказоустойчив производительность рейд вот у нас есть налоги все мы используем и л.м. другая его свои кишки надо расширение уменьшения что это то же самое в данном случае с и дисков очень много можно вообще запутаться один в рейде второй не в рейде смысл нет зачем получается все нужно в рейд собрать а потом то есть из него там вместе с на поверхность если мы хотим если какие-то у нас будут специальные конфигурации того например как час у меня у меня получается один диск отдельной системой и два остальных диска у меня зеркале здесь у нас по разделам дамы задавали например я хочу делать файловое хранилище я делал и диск чтобы сам автоматически деградейт с этого переходил в нормальное состояние режима нет если мы добавляем ну то есть давай не дали ему еще жесткий диск он стоит он стоит добавили диск повесили выход спр и все один диск вылетает он сразу начинается и обратно да то есть она до 1 или так и несколько добавляешь допустим это опять же начинает их использовать расширяется может нет нет да 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 черт и нет он же изначально создает определенное количество дисков не мы можем нет если мы автоматически мы говорим во всем он начнет использовать дополнительные диски да то есть мы изначально на 5 дисков сделали а потом хотим на 6 дисков он всегда мы можем диски добавлять один жесткий но команды не автоматически не автоматически руками автоматически он нет но может быть какие-нибудь доход сперва автоматически в этом вся фишка что хоть сперва мы специально для этого и придумали да что сразу бегом туда не бежать а чтобы он так чик и все диск выпал и их сюда начинать если просто есть 5 дисков хочется еще один добавить да как это надо разваливать или просто автоматически добавлять эти диски по моему по моему можно не разваливать как бы я точно не уверен сам не добавлял но он понимает как бы да что мы добавляем рейд диск и начинает на них симка c просто как это выглядит для вот именно дублочного устройства предположим он иногда с добавленным каким-то вот объемом то есть просто есть еще какой-то кусок добавляет на который мы можем либо проектом рассказать либо еще определенный раздел добавить если у нас оба монеты да или как это вообще ну да так и выглядит а вот как мы с ЛВМ работали что у нас раздел увеличился и мы файловую систему разогу увеличили так же здесь получается что у нас увеличился рейдовый массив мы на него файловую систему если там файловая система да сразу так хоп увеличили и все вполне взлетит а ты можешь начать симка когда у нас появился рейд нет мы ему говорим сначала нет вот в том то и дело что если мы просто так вот один день сначала вытащили потом с кем-то другими поработали да потом его обратно воткнули у меня была такая фигня когда он он не понял что я когда вручную просто вытыкал диски да ничего ему не указывал просто игрался втыкаешь диск он начинает его симкать и он не понимает с какого на какой писать как бы да что он он видит что и здесь данный здесь данный рейд один и тот же да он начинает туда сюда писать и там каша получается ничего поэтому чтобы нам если у нас какой-то диск летит мы сначала ему там целая процедура есть восстановление да на самом деле пишем прям по пункту там прописано но все-таки процедура это очень хорошая тема когда мы пишем сейчас тоже да вот расскажу отвлекусь синий экран смерти конечно понимаю в чем проблема ну вот если физически они будут у них же файловая система постоянно установлена один объем правильно то есть мы сразу же файловая система залили там какой-то там ну не знаю на 2 гигабайт и она автоматически ее не изменит а в данном случае LVM он умеет это делать правильно? нет руками только руками да? скриптики можно скриптики писать ну тоже это все будет это ну это не применяется в таком виде ну как-то на продакшене это нет можно как-нибудь там может быть какие-то есть технологии которые да там не особо распространены да процедура восстановления в общем получается как это же не не очень штатная тема да и особо обычно с админом и вообще пишется как сразу начинается там а паника рейд развалился все у нас все расписано по пунктам что там как делаем да просто сначала нам что надо выводим диск из массива да файл который мы ему пишем указан файл дра-ля-ля там дальше идем просто смотрим что за диск да главное не перепутать я один раз перепутал ошибка администратора когда вытаскиваем из рейда не тот диск какой надо и вот десятый как раз у меня был да рейд и я вытащил мне не повезло я вытащил из той же пары у меня все там да меня спасли бэкапы меня не убили все да все в порядке дальше да обязательно смотрим что за диском вытаскиваем вытаскиваем диск добавили его туда получать скопировали раздел вот раздел фактически мы сейчас и делаем восстановление рейда то что мы ставили новый диск скопировали разделы добавили раздел игры и он у нас сразу засинкался в принципе все дальше очень прикольная тема если у нас рейд на дисках расположен или сразу на дисках или даже на разделах но допустим у нас четыре диска у меня сервере они все но сервер там работает уже хреново тучу лет там и на этом опталь на высокий один диск вышел устроен да я получать здесь ставил ну все по порядку сделал там да у меня раздела засинкались будут как бы есть все хорошо второй диск 3 4 все диски заменил все вроде работает пока сервер не пробуем все зашибись по репутали сервер сервер не грузится что случилось что мы не сделали что нужно для загрузки системы нет ты молчишь я забыл все равно волчи будет раздел есть у нас получается до два раздела там футовый раздел и раздел с данными новую систему нас чего грузится сначала начинай да и вас потом мбр да и дальше игрок игрок идет загрузчик загрузчик надо прописывать руками загрузчик же не снимкается но мы симкаем же разделы и вот этой фигни у нас просто не было прописано в инструкции было очень забавно да когда я пришел выходные репутать сервера я их всех сколько там у меня 10 штук я все порепутал или ни один не поднялся я потом ручную ходил там с каждым запас флешечкой там дайте разделчики везде и потом после этого добавили там жирным шрифтом не забудьте прописать загрузчик но очень забавно а если два диска в рейде два диска и у каждого есть разные части рейда как показать какому куда синтеза мысли рейды на разделах у нас также вот мы сейчас проделывали когда мы по разделам получается мы указали не диск да мы делали не диска раздел и все мой раздел куда засекали сейчас используют эти люди структуру файловой системы разделы до накопирует она не данный чтобы нам ну просто вручную как куда нам много этих дисков чтобы ничего не делать это довольно удобно перенаправление этих получаются команд и всякая такая магия когда там через сша вопроса работающий с админом все поняли кабаник динамикс у нас российско-американская занимаемся разработкой этих интернет-магазинов у нас программирование сидят всякие там в линуксе не шарит вообще не но они там да они там что-то делают но если что-то сломалось говорят коля иди выручай пересадить на линусе на сегодня все они молодцы да на линусе но при этом все ночи и только не входят страна ну как бы так ну разные вещи конечно ну нет у нас администрационные девочки тех которые на убунте у нас сколько у нас питерском офисе около 150 человек 150 из них администрации там человек надеюсь у бунта может быть цента с немножко дреби она очень мало винты до руками ничем не отменяться потому что да ну тут как-то более административные такие штуки мы пытались внедрить все-таки программисты ниже такие вот игры на фига вы полезете наш компьютер и на самом деле заменой а.д. как бы как таковой большину нету когда у нас есть да нет это само собой ну-ка и точнее администрирование компьютеров да у нас удар есть как куда у всех свои пароли там они ходят на всякие разные сайты по своим паролям вот но именно администрирование компьютеров у нас нет у нас одно время пытаясь внедрить смысл они все равно не дают пароли не горит причем мы сами будем все делать зачем у нас хороших не мы пытались сделать одно время грех еще когда мало было пользователей по ключиком ходить на на эти компы да и хотели сделать ну побед система управления конфигурирует централизованы мы чтобы пока он туда ходит и конфигурирует все хосты так а во первых ключик один да кто-нибудь сольет и все он там на всех остаток ай-яй-яй или надо и добавлять куда-то там а в убунте появилась сейчас новая тема бунту как называется не а ключик он же открытый ключик а если закрытый скопирует нет закрытого на том кто ходит ну это понятно а как ну как бы все равно зависит все от основы не вообще ни одного ключа все мы теряли там коронюшать и пароль можно ну да ну воды там больше как бы до управления можем пароль же выдавать там маленький на маленькие привилегии по привилегиям раздавать еще так там конечно нет угу ты сейчас появилась у нее в пункту что там клау какая-то да там система я там разбирался с ней народ они пытаются стандарт централизованного управления до системами внедрить зараза дорогая вообще капец если хотите говорит мы можем вам сделать там что-то подписку правда я два года назад разбирался этим какие-то цифры вообще бешеный как мы можем сделать чтобы у нас поднимите то есть наше управление нашими этими системами да будет находиться у них где-то в облаке мы будем платить как за подписку чтобы они управляли нашими компаника жесть мы можем конечно продать вам сервер это будет стоить хреновую тучу там долларов может чтобы сервак у вас локально находился да и плюс мы еще платить по подписке за каждого пользователя ну как бы сказали нафиг надо принципе они сами справляются пробили не особо вы как бы только не делаю не слушаются никого очень все наверно и вопросы еще вопросов больше вопросов все таки вот с этим сейчас свою ситуацию есть интерфейс вебдап да сейчас предоставляет кубочных серверах да вот их как можно собрать ну в единый типа влм какое решение можно собрать я хотел сейчас объясню да я понял ты получается народ собирает даже из этих из дробоксов разные аккаунты дробоксов кладут на одну и ту же машину и между ними симкают короче данные в этом случае вам собрать и чтобы в нем же был тут же программный получается рейд 5 к примеру да то есть его надо подключать он автоматически там размазать пример и то есть если в случае отвала можно попробовать автоматически размазать это все-таки а синкалка как ты будешь нет нет а как она будет синхронизироваться между собой да у тебя получается как эта сетка отвалилась как он себя будет вести в этом можно совершенно непонятно но предположим есть 10 разных конкурс на риск они как-то влм собраны там ну там распределены там на 10 равноценных частей и в 5 5 рейд собраны это все программа по идее